Здравствуйте, дорогие подписчики. Меня зовут Виктория. Сегодня в нашей студии гость. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, подписчики. Здравствуйте, Виктория. Меня зовут Игорь, я представитель компании «Виоптикс». Очень приятно. Игорь, скажите, пожалуйста, вот у наших подписчиков возник такой вопрос. На какое период отношения лучше всего приобретать контактные линзы? И, если можно, расскажите, пожалуйста, какие вообще бывают период отношения? Да, я бы хотел сначала сказать тему более глубоко о том, что на рынке сейчас масса предложений с разными сроками ношения. Это однодневные линзы, линзы двухнедельной замены, простите, линзы месячной замены, трехмесячной и линзы годичной. Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, какие лучше всего приобретать? В силу своего опыта я бы больше рекомендовал, наверное, однодневные линзы. Так как линза, Вы покупаете линзу, одеваете ее с утра, выбрасываете вечером, не тратите лишние деньги на средства очистки, контейнера, пинцеты. Также линза, одна штучка, имеет, в принципе, низкую цену. И если Вы активно отдыхаете, либо занимаетесь спортом, и Вы ее потеряли, в принципе, это для Вас многого не стоит. Заменить еще и владеть новую линзу. А если Вы сравниваете цветовые категории линз однодневных, месячных, допустим, полугодичных, какие выгоднее? Выгоднее, конечно, приобретать, наверняка, трехмесячные линзы. Так как Вы приобрели их раз в три месяца, братьли деньги, и, в принципе, забыли о покупке контактных линз. Но на данном этапе, наверное, более популярны линзы месячной замены. Это, скажем, такая золотая середина, и, в принципе, цена-качество, такая хорошая, скажем, ходовая позиция. Ну, то есть, можно сделать вывод, что Вы считаете, что однодневные линзы это наиболее... Однодневные наиболее лучше, наверняка, для Вашего глаза, но, не кажется, себе может это позволить. Поэтому альтернатива этому есть двухнедельные и месячные линзы. Хорошо, спасибо Вам большое за информацию. Спасибо Вам, прошу. Дорогие подписчики, если у Вас возникнут какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Мы обязательно еще раз позовем Игоря, если он, конечно, согласится. Спасибо Вам большое за внимание, спасибо Вам, Игорь, за ответы. Спасибо Вам. Всего доброго. Всего доброго.